Так, на предприятиях теперь начинается рабочий день. Обязательная проверка температуры дважды за смену. Выдача защитных очков и дезинфекция рук. Внутри производственного цеха специальная разметка. Нанесена разметка полтора метра для соблюдения социальной дистанции между работниками предприятия. На этом производстве в Армавире выпускают столешницы, стеновые панели и фасады для кухонь. Около месяца конвейеры стояли без работы. Однако ни одного сотрудника на предприятии не уволили. Сейчас здесь наверстывают упущенное время. Наша продукция, выпуск сократился на 50% в апреле. Это порядком где-то 25-27 тысяч изделий мы всего смогли произвести. Уже во время пандемии коронавируса здесь могли отправить несколько партий в Челябинск и Хабаровск. Рассказывают на фабрике главе Минпромторга России губернатор Кубани. Сейчас в полном объеме в Краснодарском крае начали работу предприятия сельского хозяйства и промышленности. Только в Армавире открыто 170 промышленных производств. Часть из них стали выпускать средства индивидуальной защиты. Но есть ли в аптеках маски и перчатки? Маски есть. Маски это матрасное производство. Перепроферили у вас делать сегодня маски. А ты знаешь, что у нас сейчас основные производители матрасов. Все перестроили где-то 30% свои. Знаете почему? Потому что укладка вот этих пружинок, боковых бурлетов, это схожее оказалось. И перестройка занимает всего 4 дня. Ну вот здесь эффективно, конечно, проблемы были с масками. И короче были. Проблемы были с антисептиками. Были. Это был период. Абсолютно. Но сегодня, благодаря тому, что сегодня мы перешли на производство масок, антисептиков внутри нашего окрая, наше производство. Ваша поддержка здесь личная. В том числе с сырьем. С сырьем тоже были проблемы, когда переходили. Сегодня нет проблем. И маски сегодня появились практически 99% аптеки. Почему у вас маска в продаже? Обычная цена 29,80, клубная 19,80. 20 рублей получается. В пяти минутах езды от аптеки находится один из крупнейших в России заводов и производства медицинских перчаток. Для их выпуска во время пандемии коронавируса на Армамирском заводе резиновых изделий специально запустили дополнительную линию. Мы провели модернизацию одной из наших линий. Мы осуществили работу по набору дополнительного персонала. Практически мы за короткое время набрали, обучили и привели, как говорится, поставили на поток порядка 60 человек. В марте-апреле текущего года мы практически увеличили производство перчатки медицинской, доведя это количество до 1 миллиона 200 тысяч пар. Как это часто бывает, кризис активизирует внутренние резервы. Российские предприятия начали активно выпускать собственные материалы для перчаток. На Армамирском заводе почти полностью перешли на отечественное сырье. Вот вы знаете, из года в год. Китай-Китай, Китай-Китай. И только сейчас, когда вот это, вы понимаете, произошло, и мы начали искать. И в конечном счете сегодня мы деньги платим уже не Китаю, а нашим коллегам, российским производителям, покупая вот это непосредственно антиоксидант, далее кальций, азотокислый. То же самое везли из Китая, сегодня везем. То есть у вас все сырье сегодня российское? Кроме лазок, тем не менее. То есть это совсем другая себе стоимость, это совсем другая стоимость на рынке. И более того, наша копейка мы отдаем нашему коллеге. Мы менее зависимы западной. Да. И сейчас уже, если Китай там что-то, чего-то даст, не даст, я думаю, коллеги из стиле Томака нам помогут. Они помогут, обратимся, соответственно. Во время карантина завод не останавливался ни на минуту. Производство медицинских перчаток в разгар пандемии – стратегическое направление. За свою работу сотрудники получили награды из рук министра промышленности и торговли России. Помимо обеспечения внутренних потребностей нашей системы здравоохранения и других потребителей вашей продукции, это поставка на экспорт. Здесь мы обязательно наш российский экспортный центр подключим к этой работе. И как только мы увидим, что балансы срослись в части обеспечения внутренним производством всех потребителей, то мы откроем экспорт на рынке. Мы сегодня не только обеспечиваем или вышли на внутренний рынок страны с этими изделиями, в том числе и с масками, и с септиками, мы, самое главное, закрыли потребности внутри нашего региона. И хочу успокоить коллег, вот работников завода. Сейчас Денис Валькинович сказал о том, что коронавирус все равно закончится. Но мы надеемся, что спрос на ваши резиновые перчатки не закончится. Задачу поставил, чтобы мы работали на резерв, а может быть еще и больше, на экспорт. На экспорт с резиновыми изделиями, с перчатками, которые, друзья, вы производите. Огромная гордость будет для вас, для нашего края, что резиновые перчатки Армамирского завода резиновых изделий будут экспортным товаром. Уж для нашего региона это точно большая гордость. От продукции этого предприятия, по сути, по всей стране зависит тысяча рабочих мест. Когда с новыми требованиями безопасности, без средств индивидуальной защиты просто не обойтись. Объемы производства наращиваются по всем направлениям. Что касается сырья, нам удалось вместе с коллегами-производителями, с руководителями регионов, это вот, как сегодня Вениамин Иванович говорил, это командная работа. Мы сегодня вышли на максимальный объем производства СМС тканей, не ткан, а точнее материалов, для производства и масок, и костюмов разного вида. И для инфекционистов, и для хирургов, в том числе хирургического белья и так далее. Мы вышли на максимальный объем. Это порядка 100 тонн в сутки. Хочу сказать славу благодарности Денису Альтиновичу Мантру. Благодаря поддержке Минкомторга, у нас три завода края вошли в перечень федеральных системообразующих предприятий, где они могут получать льготное финансирование на свои инвестиционные проекты. Коллеги, это говорит не о сегодняшнем дне, это говорит о завтрашнем дне, о том, что мы сегодня уже закладываем завтра. Это принципиально важно. Те проекты, которые сегодня реализуются администрацией края совместно с Минкомторгом России, они дают уверенность нашей промышленности, что завтра у них будет устойчивость с точки зрения экономического роста развития. Семь производств, которые выпускают средства защиты, уже получили больше 100 миллионов рублей из регионального фонда развития промышленности. На Кубани постепенно запускается экономическая жизнь. Всего в Краснодарском крае в промышленном секторе работают около 7 тысяч предприятий.